Слово 9 о четырехдневном Лазаре 569. Лазарь, воскрешенный сегодня из мертвых, дает нам разрешение многих и различных недоумений. Не знаю, каким образом это евангельское чтение подало еретикам и иудеям повод к противоречию. Конечно, не по самой сущности своей этого не может быть, но по коварству их души. Многие из еретиков говорят, что сын неподобен Отцу. Почему? Потому что Христос, говорят они, для воскрешения Лазарь имел нужду в молитве. А если бы не помолился, то и не воскресил бы Лазаря. Как же, говорят они, молившийся может быть подобным принимающему молитву. Здесь один молится, а другой принимает молитву от молящегося. Но они богохульствуют, не понимая, что молитва была делом снисхождения и по причине немощи присутствовавших. Скажи мне, кто больше? Тот ли, кто умывает ноги, или тот, кому он умывает ноги? Конечно, скажешь, тот больше, кому другой умыл ноги. Но Спаситель умыл ноги предателя Иуды, который также был вместе с учениками. Кто же? Не Иуда ли предатель больше владыки Христа, если Христос умыл его ноги? Да не будет. А что ниже, умывать ноги или молиться? Конечно, умывать ноги. Итак, не отказавшийся сделать низшее, как отказался бы сделать высшее. Впрочем, все сделано было по причине немощи присутствовавших иудеев, как это покажет дальнейшая речь. Между тем, иудеи, находя здесь повод к противоречию, говорят, как христиане считают Богом того, который даже не знал места, где лежал умерший Лазарь. Ибо Спаситель сказал сестрам Лазаря, Марии и Марфе, где положили его. Видишь ли, говорят они, его неведение? Видишь ли его немощь? Как же тот, который даже не знал места, может быть Богом? Но я спрошу их, не сомневаясь сам, но для посрамления их противоречия. Ты говоришь, иудеи, что Христос не знал этого, если сказал, где положили его. Так и Отец не знал в раю, где скрылся Адам, если он ходил, как бы ища его в раю, и говорил, Адам, где ты? То есть где ты скрылся? Почему прежде он не говорил о месте, откуда Адам дерзновенно беседовал с Богом? Адам, где ты? Что же, Адам? Голос твой я услышал, ходящий в раю, и убоялся, ибо я наг, и скрылся. Если ты, иудеи, называешь неведением, то называй неведением и это. Христос говорил Марфе и Марии, где положили его? Ты называешь это неведением? Что же скажешь, когда услышишь Бога, говорящего Каину, где Авель, брат твой? Что ты скажешь на это? Если то назовешь неведением, называй неведением и это. Выслушай и еще пример из Божественного Писания. Бог сказал Авраму, вопль содомский и гоморский умножился ко мне. Сойдем и посмотрим. Таков ли вопль их, восходящий ко мне? Бытие 18.20 Ведущий все прежде бытия их. Даниила 13.42 Испытующий сердца и утробы. Бог. Солом 7.10 Единый ведущий помышления человеческие. Сказал. Сойдем и посмотрим. Таков ли вопль их, восходящий ко мне? Если то означает неведение, то и это означает неведение. Но ни отец не имел неведения в Ветхом Завете, ни сын в Новом Завете. Что же значит? Сошед узрю. Аще фоповоплю их, грядущему ко мне совершаются. Аще жени? Да разумею. Слух, говорит он, дошел до меня. Но я желаю еще точнее на самом деле удостовериться в этом. Не потому что я не знаю, а потому что желаю научить людей не внимать одним словам. И когда кто скажет что-нибудь против другого, не верить легкомысленно, а сначала самим тщательно исследовать. И на самом деле удостоверить, и потом уже верить. Поэтому в другом месте Писание сказано, не всякому слову верь. Сирак 19.16 Ничто так не извращает жизни людей, как поспешная доверчивость ко всяким речам. Возвещает и пророк Давид сказал, оклеветающего тайна искреннего своего не потерплю. Видишь, что не по неведению Спаситель говорил, где положили его, равно как не по неведению и Отец говорил Адаму, где ты, или Каину, где Авель, брат твой, или Сашет, узрю, таков ли вопль их. Теперь же время выступить против тех, которые говорят, что Христос по немощи своей молился, воскрешая Лазаря. Слушайте же, прошу вас, возлюбленные, со всем вниманием. Когда умер Лазарь, Иисус не был в тех местах, но был в Галилее и сказал своим ученикам, Лазарь, друг наш, уснул. Они же думают, что он говорит о сне его. Сказали ему, Господи, если уснул, то выздоровит. Тогда он ясно сказал им, Лазарь умер. Затем Спаситель идет в Иерусалим, к тому месту, где лежал Лазарь. Его встречает сестра Лазаря и говорит ему, Господи, если бы ты был здесь, то не умер бы, брат мой. Если бы ты был здесь, немощна ты, женщина. Эта женщина тогда не знала, что Христос, хотя не присутствовал телесно, но присутствовал силой божества. Она же ограничивала силы учителя телесным присутствием. Марфа говорит ему, Господи, если бы ты был здесь, то не умер бы, брат мой. Но и ныне, говорит, знаешь, что все, что ты попросишь у отца, даст тебе Бог. Попросишь у Бога. Вследствие ее просьбы Спаситель совершает молитву. Бог не имел нужды в молитве, чтобы воскресить мертвого. Разве не воскрешал он и других мертвецов? Когда он встретил мертвого юношу, выносимого из ворот, то коснулся только Адра его и воскресил мертвеца. Разве имел он тогда нужду в молитве, чтобы воскресить умершего? Лука 7.14. И в другой раз он только сказал от раковицы слова «Талифа куми» Марк 5.41. И тотчас же передал ее родителям ее здоровую. Разве имел он нужду тогда в молитве? Ну что я говорю об учителе? Ученики его воскрешали мертвых одним словом. Не словом ли Петр воскресил Тавифу? Не одеждами ли своими Павел совершал много знамений? Узная еще более удивительное. Даже тень апостолов воскрешала мертвых. Бо выносили, говорится в Писании, недужных на постелях, дабы тень Петра хотя бы осенила кого из них, и они тотчас вставали. Что же, тень учеников воскрешала мертвых, а учитель имел нужду в молитве, чтобы воскресить мертвого? Нет. Спаситель совершает молитву по причине немощи женщины, которой говорила ему, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой, но и ныне знаю, все, что ты попросишь от Бога, даст тебе Бог. Ты просила молитвы? Я и даю молитву. Например, перед нами источник. Кто принесет сосуд, наполняет его водою. Если сосуд велик, то он получает много, а если мал, то получает мало. Так и она просила молитву, и Спаситель дает молитву. Один говорил, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но только скажи слово, и будет по слову твоему, исцелеет отрок мой. И Спаситель сказал ему, поверить твоей, да будет тебе. Другой просил, пришед, исцели дочь мою. И он тотчас отвечал ему, пойду за тобою. Так по настроению людей употребляется лекарство врача. Еще другая женщина тайно коснулась края одежды его. И тайно получила исцеление. Каждый как веровал, так и получал исцеление. Марфа сказала, знаешь, что ты попросишь у отца, даст тебе отец. И так как она просила молитву, то Спаситель и дает молитву, не нуждаясь сам в молитве, но сообразуясь с немощью этой женщины. И желая показать, что он не противник Богу, но все то, что делает он, делает и отец. Вначале Бог сотворил человека. Это творение было общим делом и отца, и сына. Сотворим, говорит Бог человека, по образу нашему и по подобию. Также он восхотел вести разбойника в рай, изрек слово, и тотчас введен был разбойник в рай. И для этого Христос не имел нужды в молитве, хотя всем потомкам Адамовым Бог заградил вход в рай, поставив для охранения его пламенный меч. Христос же своей власти и отверз рай и ввел в него разбойника. Разбойника, владыка, ты вводишь в рай. Отец твой за один грех изгнал Адама из рая, а ты вводишь туда разбойника, виновного в бесчисленных злодеяниях и бесчисленных преступлениях. И так просто, одним словом, вводишь его в рай? Да, потому что и то совершилось не без меня, и это не без отца моего. Но как и то было моим делом, так и это дело отца моего. Как отец во мне, так и я в отце. 572. А чтобы ты видел, что воскрешение мертвого совершилось не вследствие молитвы, выслушай самую молитву. Что, говорит он, отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Что это? По виду своему разве это молитва, разве это прошение? Хвалу тебе воздаю, что ты услышал меня. Я, говорит, ты знал, что ты всегда слышишь меня. Если же ты, Господи, знаешь, что отец всегда слышит тебя, то для чего приступаешь к нему с тем, что знаешь? Я знаю, говорит он, что отец всегда слушает меня, но ради народа, стоящего окрест, сказал, чтобы имели веру, что ты послал меня. Молился ли он о покойнике? Просил ли, чтобы воскрес лазарь? Сказал ли, отче, повели, чтобы смерть повиновалась? Сказал ли, отче, повели аду, чтобы он не заключал врат, но скоро возвратил мертвеца? Но ради народа, говорит он, стоящего окрест, сказал, что упознали все, что ты послал меня. Таким образом, это действие было не для чуда, но и для поучения присутствовавших. Видишь, что молитва была не для мертвого, но и для присутствовавших неверных. Чтобы они познали, говорит он, что ты меня послал. Как, скажет, мы можем узнать, что он послал тебя? Слушай, прошу тебя со всем вниманием. Вот, говорит он, я собственной своей власти вызываю мертвого. Вот я собственной силой повелеваю смерти. Бога Отца называю своим Отцом и Лазаря вызываю из гроба. Если не истина первая, то пусть не будет и последнего. Если же Бог, Отец, истина есть Мой Отец, то пусть послушается и мертвец для вразумления присутствующих. Что же сказал Христос? Лазарь, гряди вон! Когда совершилась молитва, то мертвый не воскрес. А когда Он сказал, Лазарь, гряди вон, тогда мертвый воскрес. О, сила смерти! О, могущество силы, удерживающей душу! О, ад! Совершилась молитва, и ты не освобождаешь мертвого? Нет, говорит ад. Почему? Потому что мне не дано повеления. Я страж, удерживающий здесь виновного. Если не получаю повеления, то не отпускаю. Молитва же была не для меня, а для присутствовавших неверных. Не получая повеления, я не отпускаю виновного. Ожидаю голоса, чтобы освободить душу. Лазарь, гряди вон! И мертвый, услышав повеление Господне, и тотчас разрушил законы смерти. Да постыдятся еретики, да погибнут с лица земли. Эта речь доказывает, что молитва была не для воскрешения мертвеца, но по причине немощи присутствовавших тогда неверных. Лазарь, гряди вон! А для чего Христос назвал мертвого по имени? Для чего? Для того, чтобы, обратив речь вообще к мертвым, не вызывать всех из гробов. Он поэтому и говорит, Лазарь, гряди вон! Тебя одного я вызываю в присутствии этого народа, чтобы частным воскресением показать и силу будущего. Так как я, воскресив одного, воскрешу вселенную, я есть им воскресение и жизнь. Лазарь, гряди вон! И вышел умерший, обвитый. О, дивные дела! Тот, кто разрешил душу от уз смерти, разрушил врата ада, сокрушил врата медные и двери железные, тот, освободив душу от уз смерти, неужели не мог освободить мертвого и от погребальных пелен? Тот, конечно, мог, но он повелевает иудеям развязать пелены, которыми они обвели Лазаря при погребении, чтобы они признали эти пелены и на основании того, что сами сделали, убедились, что это тот самый Лазарь, которого они приготовляли к погребению, и что здесь Христос, пришедший в мир по благоволению Отца, имея власть над жизнью и смертью, Ему слава и держава с обезначальным Его Отцом и всесвятым и животворящим Духом ныне и всегда и во веки веков. Аминь.